Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости канала Розовое Хобби. Меня зовут Татьяна. Первая декада октября. Второй день стоит без дождей и еще два дня осадки не ожидаются. Береза сбрасывает листву. Температура воздуха ночью опускается до 4 градусов, а дневная в пределах 10-12 градусов. Это значит, что пришла пора обработать розы перед укрытием. Обычно через 10-12 дней после обработки я укрываю розы на зиму. Но дуги я устанавливаю пораньше, пока температура положительная и их легче устанавливать. Можно и сразу после обработки закрыть розы. Но в этом случае оставьте торцы открытыми. Осенью я провожу необычную обработку препаратами от болезней вредителей, а делаю так называемую искореняющую обработку. Цель этой обработки уничтожить возбудителей, болезней и вредителей, которые находятся на поверхности побегов и на поверхности земли. Искореняющая обработка уничтожает сами грибки, споры грибов, а также насекомых вредителей, их личинки и яйца. Для осенней искореняющей обработки я применяю железный купорос. Это антисептик и контактный фунгицид. Отличаются высокой активностью для профилактики болезней и борьбы с вредителями. Железный купорос обладает эффектом оздоровления, поддерживает иммунитет растения и не накапливается в его клетках. Он также снабжает почву железом, очень важным элементом для развития растений. Но железный купорос относится к контактным фунгицидам, то есть не проникает в ткань растения. Поэтому смывается довольно быстро, в течение двух недель. Именно поэтому лучше сразу после обработки прикрыть розы от возможных осадков. Кроме железного купороса, для искореняющей обработки можно использовать и медный купорос в высокой концентрации. Он также помогает избавить растения от заболеваний. Но в течение вегетационного периода мы неоднократно обрабатываем розы медсодержащими препаратами. ХОМ, Аксихом, Абигопик и прочее. А переизбыток меди на участке может вредить и почве, и растениям. Поэтому осенью я предпочитаю железный купорос, но только для взрослых роз. Для тех, что растут в моем саду более двух лет. Железный купорос очень важен для обработки роз в Подмосковье, средней полосе и северо-западных районах. Так как зимой у нас частые оттепели, которые приводят к увеличению влажности под укрытием. А новая волна холода вызывает замерзание сока в побегах. Вот поэтому очень важно, чтобы побеги хорошо вызрели. Железный купорос после обработки остается на побегах, ускоряет их вызревание и защищает от подопревания под укрытием. Для искореняющей обработки железный купорос я беру в 3% концентрации. Если делать более слабую, 1 или 2%, то мы не добьемся искореняющего эффекта. А более концентрированный раствор, например 5%, для роз может оказаться губительным, так как спящие почки можно обжечь. Еще раз напоминаю, что искореняющую обработку молодым розам посадки этой весны и прошлогодним я не делаю. У них еще слишком нежная кора. Даже если в этом сезоне молодые розы болели, я их вновь обработаю каким-либо медсодержащим препаратом. А землю вокруг них можно обработать препаратом Максим или железным купоросом. Ну а теперь о подготовке раствора железного купороса. Для искореняющей обработки на 10 литров воды мне потребуется 300 граммов железного купороса и столовая ложка лимонной кислоты. У меня железный купорос в фасовке по 200 граммов. Поэтому одну упаковку я беру полностью, а вторую придется пересыпать в мерную тару и отсыпать половину. Железный купорос быстро окисляется. И чтобы этого не произошло, я соединяю его с лимонной кислотой. Одну столовую ложку лимонной кислоты я растворяю в теплой воде. В стеклянную посуду я наливаю воду градусов 30-40. Лимонная кислота быстро растворяется. В другую стеклянную банку я также наливаю теплую воду и растворяю в ней приготовленные 300 граммов железного купороса. Тщательно перемешиваю до полного растворения. Раствор железного купороса я подливаю к лимонной кислоте. Железный купорос светлеет, становится золотисто-желтого цвета. И этот раствор я довожу до 10 литров. Снова перемешиваю и добавляю прилипатель. У меня есть вицит. Можно просто добавить чайную ложку средства для мытья посуды. Полученный раствор переливаю в опрыскиватель. Обрабатываю железным купоросом нижнюю часть листьев, верхнюю, побеги, землю вокруг. После искореняющей обработки листья потемнеют и, скорее всего, еще до укрытия отвалятся. Такая обработка особенно важна для роз страдающих заболеваниями. Это фламентанс, розариум ютерсон, симпати. Если на розе есть красные базальные побеги с красными листьями, то они тоже подлежат обработке. Это укрепляет такие побеги. И фруктовые деревья и кустарники отлично реагируют на такую обработку. Например, груша в саду у нас с каждым годом все сильнее страдала от ржавчины. Пока года три или четыре назад мы не начали ее так обрабатывать. И даже сейчас перед листопадом она стоит здоровая без ржавых пятен на листьях. При искореняющей обработке железным купоросом листва как бы сгорает. И при опадении их можно даже не убирать, так как они уже не несут никаких грибков и личинок. А к весне полностью разложатся и их можно будет перекопать под розами. Они совершенно безвредны. Железный купорос укрепляет кору. Но я делаю такую обработку только для взрослых роз старше трех лет. Но еще раз хочу напомнить, такая обработка эффективна, если хотя бы в течение двух дней не будет осадков. Если дожди пройдут, то придется повторить обработку. Или прикройте розы пленкой хотя бы на несколько дней. Уважаемые розоводы, если у вас остались вопросы, задавайте, я на них обязательно отвечу. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Если вы не подписаны на канал, сделайте это сегодня. Уважаемые подписчики, благодарю вас за поддержку канала. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok